РАДИО НВ ГОДИНА МИСТЕЦТВА НА РАДИО НВ ОЛЕКСИЙ ТАРАСОВ СКАЖЕНИЕ ПСЫ Здравствуйте, друзья! Это программа «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» в прямом эфире Радио НВ. Самое увлекательное шоу о кино на планете Земля. То, что вы должны знать, прямо сейчас, прямо сегодня, вот в этот момент стартует кинофестиваль в Венеции. И я думаю, опять же, прямо сейчас по красной дорожке идут Катрин Денёв и Жульет Бинош. Они представляют фильм «Правда» Хирокадзу Кориеды, японского режиссёра. Он победил в прошлом году в Каннах со своим фильмом «Магазинные», вернее, «Мелкие воришки». Ну что нам Катрин Денёв? Катрин Денёв приезжала в Одессу. Она приезжала на Одесский кинофестиваль. Тут нас удивить нечем. В контексте Венецианского кинофестиваля будет много разных удивительных премьер. Например, покажут фильм-комикс, вернее, экранизацию комикса «Джокер» с Хакином Фениксом. Но опять же, что нам тут «Джокер»? Штука в том, что в этом году на Венецианском кинофестивале будет две важные премьеры. Одна из них — это украинский фильм. Он называется «Атлантида» режиссёра Валентина Васиновича. Другой — это копродукция Литвы, Украины и Франции. Фильм называется «Венецию», называется «Парфенон». В Украине он будет называться «Стасис». Это фильм литовского режиссёра Мантаса Кведаравичуса. Я правильно произнёс с первого раза. Отлично. И прямо сейчас мы суперрады, вернее, мы, я очень рад приветствовать у нас в студии продюсера «Парфенона» Наталью Либит. И тут нужно много говорить. Значит, режиссёра, сценариста, оператора и продюсера фильма «Атлантида» Валентина Васиновича. Здравствуйте, друзья. Спасибо, что пришли к нам. Доброго вечера, Алексей. Скажите, насколько важна Венеция по-прежнему? Это старейший кинофестиваль, да? Все хотят в Канны, потому что он всё-таки самый престижный и самый большой кинорынок там. Что для вас значило попадание в Венецию? Ну, я сгоден, что до престижности Канн, потому что там действительно очень больший кинорынок, и там все селс-агенти, все группы, все виробники фильмов хотят туда попасть. Он очень буржуазный, очень-очень-очень из всех сторон. Киев, но Венеция, она не меньше потужна, скажем, там, действительно, там кинорынок слабенький, его там меньше нема, его, скажем, вот так заменяет, скажем, поездка в Торонто. Опять, для того, чтобы наши слушатели понимали, как это, североамериканская премьера фильма «Атлантида» состоится на кинофестивале в Торонто, они пересекаются с Венецией, Венеция заканчивается, Торонто начинается. Так, так, и у нас там, нам действительно удалось сделать премьеру с разрывом два дня, фактически, и тому, я думаю, что нас взяли и в Торонто, что, фактически, вона будет, відбудется премьера одночасно в Венеции и в Торонто. Наташа, я знаю, что из продюсерских твоих опытов, да, это, по-моему, все-таки первый фильм, который на таком большом фестивале. Что ты чувствуешь? Расскажи, что ты чувствуешь по этому поводу? Ну да, это абсолютно правда, это мой первый полнометражный, игровой фильм, снятый в копродукции трех стран. Это дебют литовского режиссера Мантаса Кидаравичеса, это дебют мой, это дебют, в принципе, нашей продюсерской группы на таком большом фестивале класса А. Мы безумно рады. Я получила новость на Одесском кинофестивале, можно сказать, два раза сначала закрытое письмо от литовских продюсеров о том, что да, мы попали на неделю критики в Венецию. Неделя критики в Венеции — это конкурс только дебютантов. В этом году в программе «Семь фильмов» в конкурсе и несколько вне конкурса в этой же программе. И это было в конце какого-то фильма, то есть я посмотрела фильм в Одессе, я потом взяла телефон и такая «Ах!» И всё, и давай всем писать, звонить, обниматься, целоваться. Это был очень волнующий момент. Хочу, чтобы таких моментов было больше. Их будет больше. Вопрос вот в чём. Как? Мы же все понимаем, что между людьми, которые снимают кино, есть в любом случае такая здоровая конкуренция. Это нормально, да? Как пережить? Когда, я не знаю, там объявляют Канны. В Каннах у нас был украинский фильм Наримана Алиева «Додому». Там в Королевых Варах был, это дебют же, правильно, Антоніо Лукича, «Мои думки тихие». Вот вы же подаетесь на все фестивали. Что, как, как воно вам болить, когда вы не получаете... Ну, у меня очень большой опыт переживать подобные ощущения. Потому что, скажем, там фильм, который я очень сильно люблю, «Блэк Левел», «Ревен Чорного», он, на жаль, не был показан на жодном фестивалю класса, хотя мы, ясно речь, кругом его подавали. И я все этот шлях пройшел, он очень болезненный, ну, это правда. И я думаю, что его пройшли все кинематографисты, вот, потому что все посылают на все больше фестиваля, а потом ждут. Это очень классный час, когда ты отправил пакет, ты почти уверен, что тебя возьму, что ты будешь, что ты вернешься, что там вперед, попереду тебя ждет, там, видомость, там, просто фанфари и все еще. И приблизно маешь 2 месяца фантастического часу. Но потом, ну, на 99,9% происходит то, что происходит, ты получаешь травму, знаешь, какой еще час живешь, там пару дней, потом тебя отпускают, и все нормально. Это чудовый, травматичный досвид. Чему это учат? Смирению? Какому-то найти внутри себя точку баланса и, как это, оставаться в этой точке? Расскажите об этом. Ну, это фантастично. Ты получаешь очень сильный импульс, негативный. И если ты готовый до этого, ты его воспринимаешь, ты его перетравливаешь, и ты получаешь энергию, которая тебе помогает дали рухать, если путина. Все тоже просто. Ну, у меня другая история, потому что я, в принципе, не режиссер, да, я не на творческой стороне, но хотя очень хочется, а я на финансовой, административной, управленческой стороне. Это я потом спрошу, чем занимаются продюсеры, я думаю, как раз это интересно нашим слушателям. Да, и когда я получаю новости, да, вот ты говорила на Римане об Антонио, я думаю, класс, супер, классные режиссеры, коллеги, друзья, там вместе, вот Валентин получил новость, я думаю, все, супер. То есть это даже, если мой фильм от Кавкана не прошел, я всегда очень рада, и сразу так, где там билетики, у кого попросить, нужно обязательно попасть, посмотреть. То есть у меня всегда радость вот в этом плане. Да, у меня есть огорчение, конечно, что мой фильм не прошел, но я ищу позитив у своих коллег, так скажем. И, к счастью, вот украинская киноиндустрия развивается таким образом, что мне эти посылы дают мои коллеги очень много, так что я вот очень рада. Ну, это вообще, кстати, удивительная штука, что, да, на всех фактически фестивалях класса А присутствует украинское кино, это большой прорыв, мы все счастливы. Давайте поговорим, собственно, о фильмах. Я уверен, наши слушатели понятия не имеют, о чем они, да, я, понятно, могу как-то немножко это все опошлить, пытаясь описать. Ну, вот, скажем, фильм «Атлантида» Валентина Васиновича рассказывает о, там, ну, время действия 2025 год. Это уже период, когда Украина вернула себе контроль над Востохом, над Донбассом, да, и дальше, ну, можно сказать, что это такой фильм о глобальном посттравматическом синдроме, да. С фильмом «Стасис», вот я себе тут даже что-то такое пытался, значит, формулировать, с фильмом «Стасис» Мантаса Кведаравичуса, простите, пожалуйста, Мантас, все сложнее, потому что это такая история в нескольких городах, возможно, о поисках смерти, возможно, это фильм о судьбе, я не знаю. Но вопрос вот в чем. И у продюсеров, и у режиссеров есть это, такое упражнение, да, им нужно в трех-четырех-пяти предложениях на питчинге сказать, что это будет за фильм. Таким образом вы находите там финансы, таким образом вы подтверждаете, не знаю, ну, в общем, какую-то копродукцию. Как вы питчили? Как звучали ваши питчи? Расскажите. Ну, я пригадую, что, когда я питчив на Одесском кинофестивале версию Атлантиды, ну, это было просто иншее кино, ну, это было реально иншее кино, и, это часть моего шляха, моего метода, ну, может, нужно это методом називати, потому что я первый документалист от начала, так и оператор, и для меня очень важливые фактури, люди на месте, на местности, они тебе начинают рухать вперед, дают потрясную уникальную информацию, и твой материал, придуманный дома в комфорт, там, за какими-то драматургическими канонами, он начинает расчиняться. Вот, и те, что я питчив, то я навіть не помню, что я питчив на том питчингу, он же Парфенон. Да, когда мы питчили проект, это был проект Стасис, питчил его, приезжал в Украину в Держкино Мантас Квидоравичус, и, в принципе, мы питчили его как историю поиска самоидентификации на территории городов, которые мы считали, режиссер считал связанные между собой, это Одесса, Стамбул и Афины. Портовые города, но Афины, может, в меньшей степени, но все равно город у моря. Да, 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 вот такие города, они все связаны между собой греческим прошлым, на самом деле, в том числе и Стамбул, да, если мы берем там великую греческую империю, которая там была очень много. Понятно, конечно, античность, ясно, конечно, да. Вот, но то, что сейчас получился фильм, да, я бы сказала, но еще раз, это мое там высказывание, не режиссера, чтобы никто ничего не подумал, чтобы никто не обиделся, чтобы никто не обиделся, да, что этот фильм о границах, он о границах телесных, прежде всего, и о границах человеческих, душевных, да, то есть, и как границы телесные влияют на душевные и вайс-версе, да, и обратно. И это человек, да, много людей, общество и так далее, это границы государства, границы городов, они сливаются, они, или наоборот, они расставляются, то есть, в принципе, вот я бы сказала об этом фильме. Так, подождите, у вас какие-то супер обтекаемые формулировки, что вы мне говорите? Мы готовились. Вы же знаете, вы приходите, там, вы хотите получить финансирование, это определенная сумма, вы говорите, мой главный герой, он, значит, едет в лес, находит сокровище, на него нападают бандиты, он от них отбивается, но ему отрезают ногу, а в это время выпадает снег, и он ползет с этим сокровищем навстречу своей любви. Это правильно, но так бывает переважно, переважно, переважно с жанровым кином, где важливо просто какую-то историю рассказать, да, а, скажем, проекти, которые мы снимаем, они немного другие, и тут главное просто эмоционально донести концепт и подтвердить его визуальную часть, что працюет наибольший, если в тебе действительно визуальная частина потужна, ну, люди сразу бачат, что за кино, в принципе, мусить быть, и насправді если бы нам потрібно. Ну, это действительно, у вас очень разные фильмы, разумеется, да, но с точки зрения, ну, да, это очень визуально, очень интересно, и еще то, что я заметил, вы и тот, и другой фильм так или иначе обращаются к греческим мифам, ну, потому что Атлантида, да, все равно же это, кто Платон, да, популяризировал, ну, в общем, сделал это глобальной историей, да, тот самый какой-то успешный, преувствующий, втрачена земля, да, втрачена земля, и, собственно, это метафора, которую вы переносите на восток Украины, который после освобождения оказывается утраченной землей. Почему в греческих мифах вы вдруг начали копаться? Конечно, Наташа тебе сложнее будет ответить за режиссера? они сами приходят, то есть ты начинаешь брать тему, а далее все, там какой-то материал, он начинает тебя маніпулювать и рухать тебя вперед, ну, правда, тут нема того, что мы там, ну, умовно там специально фокусировались на древнегрецких мифах и намагалися их как-то адаптовать до... Слушайте, ну, это же основа основ. Что было до греческих мифов? Я просто не помню, я плохо помню историю, извините. Ну, слушайте, мы все ведем отчет с античности. до этого ничего не было, вот мы эту основу берем и делаем то, что мы делаем, мы показываем, как это перевоплощение вот того самого исконного начала вот сейчас. Так, ищите древнегреческих мифов. Хорошо. Эта тема, которую следующую я хочу поднять, это... Она такая, как это сказать, объемная. Ну, спрошу сейчас, у нас тут минута осталась. Вы же понимаете, что вы снимаете арт-кино, правильно? То есть, то, как это сделано, это, скажем, сделано, смонтировано, снято, это чуть более странно, непривычно для массового зрителя. Правильно? Да. То есть, чуть-чуть по-другому. Соответственно, вы, ну, так или иначе, вполне осознанно ограничиваете свою аудиторию. Ну, так получается, да, что из-за того, что это немножко непривычно для зрителя, он, ну, вы понимаете, да, он должен сделать усилия, чтобы посмотреть фильм. Вот, он должен сделать усилия. не физические усилия, а психологические. И я бы хотела вот как раз, извини, что перебила. Всё правильно, я слишком много говорю. Я бы хотела, вот, чтобы такие фильмы, как мы делаем, смотрело больше людей. Поэтому вот будем стараться не делать очень узкую аудиторию, да, а наоборот, постараться, чтобы больше людей посмотрело, привлечь их различными методами и средствами. Хорошо, друзья, хорошо, друзья, это программа «Бешеные псы» в прямом эфире радио НВ. Мы прервёмся сейчас на выпуск новостей. Напоминаю, что у нас в гостях продюсер фильма «Парфенон» и режиссёр фильма «Атлантида», я не назвал имён Наталья Либет, Валентин Васинович. Их фильмы будут представлены на Венецианском кинофестивале, который стартовал прямо сейчас. Олексей Тарасов Скажение псы Здравствуйте, друзья. Это снова программа «Бешеные псы» в прямом эфире радио НВ. Этот эфир посвящён Венецианскому кинофестивалю. Он стартовал вот прямо сейчас. И два, можно сказать, украинских фильма, безможно сказать, украинских фильма участвуют в программах, в официальных программах фестиваля. В программе «Горизонте», она же «Оризонте». Не знаю, я не уверен, что я правильно признажу. «Оризонте». «Оризонте». Участвует фильм «Атлантида» Валентина Васиновича. И в программе «Дни критики» Парфенон, литовского режиссёра Мантаса Квидаравичуса, претендует на призы, собственно, этой программы. У нас в гостях Валентин Васинович и продюсер Парфенона Наталья Либет. Мы закончили тем, что мы говорили о том, что вы сознательно снимаете арт-кино. Ну, когда мы говорим арт-кино, мы не говорим, что это для каких-то снобов или там для каких-то, не знаю, людей, которые отрицают Голливуд. Ну, что это просто чуть более, не то, что странно, непривычно, может быть, более длинные планы, больше красоты ради красоты, может быть так, а может быть и нет, может, я не прав. Какого зрителя вы видите? Вот, Валентин, вы какого зрителя видите? Ну, да, вы правы с того, что, скажем, в арт-кино важливо навіть не что, а важливо как показать. Так? Вот. И я сгоден с тем, что, возможно, воно трошки за складное для людини, которая никогда с ним не сталкивалась, не мала досвіду у его споживания, так? И я понимаю те, что, на жаль, поки що у нас очень маленькая аудитория. Вона взросла очень сильно повильно, потому что, вообще, какого-то, культура, она очень тяжело дается, на жаль, людям, она входить в их жизнь, но очень по воле, и не нужно ожидать какого-то выбора, этого не будет. И никогда не было раньше, потому что, чтобы выховывать великую культуру культурного грядача, его нужно выховывать из детства, начиная с школы, начиная с школы, как в Европе это делается, в Франции, потому что нужно выкладывать предмет кино, например, в школе. И тем самым до 10, 11, 12 класса просто выходит из школы людина, которая знает историю кино, которая, понимается, вообще не кино, и которая готова споживать достаточно сложные композиции. Да, в нашем случае все-таки есть аудитория, воспитана на комедиях с Адамом Сендлером, например, может быть, это не худший вариант. И, на жаль, я так думаю, что на сегодняшний день там аудитория, скажем так, среднего фильма за успехом. Но это может быть Володарь по Пальмовой гилке или Володарь Золотого ведмена. Это 4-5 тысяч глядачей. На всю Украину. На всю Украину. 2 тысячи живет в Киеве, инши по всей Украине распорожені, по местам миллионникам преважно. На жаль. Но по трошке воно сбільшится. Я думаю, что самый успешный фильм там в Украине, самый-самый успешный, это до 10 тысяч. Все. Крапка. Это очень маленькая цифра. Это не бизнес взагалі. Но фестивальна аудитория может быть шаленно великой. Потому что к кино, если попадает на фестиваль класса А, оно находить, в любом случае, селзагента, который на весь свят потом продает права. А что это означает? Это приблизно 50-100 кінофестивалей. Если мы помножим на аудиторию залив, который он соберет, это уже сотни тысяч. Плюс, скажем, фильм продается на 40-50 территорий. Там люди, скажем, больше готовы для воспринятия такого кіно. То есть, в целом, его подивлються очень большая кілька людей. Но единственное, что это будет не локальнее, то это не будут украинцы, это будет аудитория всего света. И меседжи, которые ты закладаешь в этот фильм, свое ставление до света, до себя, до человека, своего чувства в своем мире, ты можешь просто донесать эти меседжи очень широкие аудитории, святые аудитории. И это, в принципе, такое завдание арт-хаузного кино. Хорошо, подождите. То есть, получается, те люди, которые в индустрии, в том числе и в украинской киноиндустрии, которая все-таки растет, критикуют создателей подобного нетипичного арт-кино за то, что вот вы далеки от массового зрителя. Вы просто не для Украины снимаете. Это очень популярный темп. Конечно, конечно. Где пошли наши податки? Конечно, конечно. Вот есть госкино, которое распределяет... Ваши податки пошли на эти плохие дороги, которые закінчиваются за Киевом, например. Правильно. И плюс они же любят те люди, которые критикуют подобное кино и создателей подобного кино. Они говорят, так, а что это такое? Вот посмотрел это пять тысяч человек, а я снял комедию, собрал, сколько там, 50 миллионов, и это совсем другие цифры, и давайте все поменяем. Я боюсь, что зараз в политику скотт. Да-да, я тоже, я как слушаю вас, ребята, я думаю, да-да-да. Некорректности. Подождите, давайте некорректности, давайте некорректности. Мы знаем, это известная новость, да, на прошлой неделе глава госкино Филипп Ильенко после своего, к своей пятилетней каденции, подал в отставку, отставку приняли, соответственно, будет, как это, новая метла. Что это значит для вас, как для продюсера, как для продюсеров, потому что вы, Валентин, точно так же продюсер кино. Что это для вас значит? Наташа, что это для тебя значит? Давай, некорректно, сейчас мы вам все испортим отношения с госкино. Я вот думаю сейчас, что это для меня значит, я прям реально задумалась, думаю, так, что же это для меня значит? Ну, во-первых, структура процедуальная, она построена, люди, которые работают в Держкино, они работают там серьезно, честно, и отдаются этому делу полностью, то есть они, у них не нормированы, как я видела, там рабочий день, особенно во время питчингов, да, и так далее, и тому подобное. То есть они реально делают свое дело, делают его хорошо, и понятно, и доступно для киноиндустрии, а также для, просто для всех людей, ну, не публичные типичные, то есть имена главы Госкино, ни на что не повлияет, или как? Ну, очень, как это сказать правильно, серьезная структура уже выстроена, и я, честно говоря, и работает Рада, да, Рада выбрана на, совет поддержки кино, кинематографии, выбрана на два года, да, они тоже все серьезно работают, экспертные комиссии работают, то есть, конечно, нужен глава Держкино, это административный инструмент работы фонда, да, финансирование государством украинской киноиндустрии. Но глава Госкино не принимает решения, кто получит, а кто не получит. он администрирует, я всегда, когда мне там спрашивают, как работает Госкино, особенно на Западе, я говорю, он работает как стандартный инвестиционный фонд, вот есть совет наблюдательный, это Рада, вот есть государственные деньги, которые формируют фонд, если бы это было бы, да, как аналогия, и вот есть административный, администратор, административный инструмент, который администрирует, то есть, координирует, управляет, там, бумаги подписывает, там, и так далее. Вот это все заложено тем же Филиппом Ильенко, его команда, это работает, и, честно говоря, я понимаю, что будет, в конце концов, новый глава фонда, но я думаю, что это все будет продолжать работать, да, будут какие-то там новшества, но я за прогресс, и то, что будет только еще лучше и лучше. Очень оптимистичный прогноз, ну, хорошо, давайте так скатимся в политику все-таки, да, когда мы говорим о новой команде, которая пришла управлять государством, да, мы там можем ставить под сомнение их компетенции в той или иной сфере, не знаю, внешней политики, экономики, да, но мы точно не можем ставить под сомнение то, что они умеют создавать вот тот самый массовый продукт, телевизионный, киношный, который любят, ну, короче, который украинцы любят, который украинцы готовы и рады смотреть. Вот, Валентин, что это означает, вот сейчас кто-то подобный, или человек с подобным опытом приходит и возглавляет госкино, что это означает для режиссера и продюсера вроде вас? Ну, давайте повернусь до того, чему украинцы любят таке дивиться. Все, все любят таке дивиться? Не все любят, я не могу это дивиться, я переглядал эти фильмы, все, и я говорю, что ты после перегляда фильма встречаешь день, тебе сделали трепанацию, наклали туда лейна в голову и назад зашили, вот таке, я говорю, пока ты домой не приходишь, не дивишься нормальное кино, то все, день пропал, реально, ну, я не жартую, это на меня так вливает таке кино, чему люди это дивляться? Потому что их 20 лет годовали лейном, с наших блакитных экранов, они до этого звукли, это не требует напруживаться, их разважают, это достаточно примитивно, на всех уровнях, они это любят, но я не знаю, это хорошо или плохое, как вы думаете? Я не знаю, я не знаю, окей, это хорошо. У меня нет ответа, у меня нет ответа, но я честно скажу, что с нашего самого касового фильма в истории украинского кинематографа Я, ты, он, она, я ушел приблизительно через 40 минут, потому что мне стало реально физически плохо. Я до конца додивился. А я не смотрела. А я кажу, додивился, и было дуже погано. Тут собрались такие снобы. Там еще просто проблема была в том, что оно как-то странно дублировано. Типа украинскую мову, але что-то там, липсинг российский, что-то таки. Очень странно, и я поэтому, мне стало физически плохо. Знаете, есть ощущение, когда вы чувствуете, как песок уходит, время, как песок уходит сквозь пальцы. И в этот момент я подумал, ну нет, ну, наверное, наверное, все-таки с меня хватит, а потом этот фильм заработал больше всех денег. Что это говорит обо всех нас? Значит, мы... Хорошо, а вы думаете, что это очень сильно отличается от жителей других стран? Все любят комедии. Как показывает практика, все любят комедии о самих себе. Да, ну вот, турки любят смотреть про турков, французы про французов, итальянцы про итальянцев, а американцы терпеть не могут фильмы с субтитрами, и тоже они идут крохотными... Так, в целом так, але, я думаю, відсоток людей у Франции, Италии набагато більше, которые споймают серьезное кино. Наташа, ну что, расскажи про свои комедийные проекты, которые достучатся до сердца массового зрителя. Нет, я хотела другое сказать. Можно? Конечно, да, извини. Я хотела сказать, что, в принципе, но, я не знаю, Валентин меня поддержит или нет, я считаю, что то кино, которое я делаю, да, это вот артхаус, мейнстрим артхаус, или как вот назвал ли наш новый фильм Парфеном хардрок артхаус, эти фильмы, вот, они все равно тоже нацелены на развлечение, да, энтертеймент. Просто это... Кого что развлекает. Да, кого что развлекает. То есть, кино, как это любой другой вид искусства, и в каждом секторе искусства, как правильно сказать, в каждом направлении искусства есть разные пласты, разные произведения и так далее, и тому подобное. И я, например, считаю, что, да, фильмы артхауса, они тоже развлекают, только по-другому. То есть, нужно обращать, может быть, внимание на какие-то другие вещи, на какие-то глубинные посылы, да, сообщения, которые режиссер хочет донести. Очень классно сказал Валентин. Мое отношение к миру, к людям, я показываю через свой фильм на международной аудитории, через фестивальную и международную дистрибьюцию. Я считаю, это очень круто. Не, просто мы снимаем кино трошки для другой аудитории, которая больше подготовлена до этого, ну, до восприятия. Бо, знов таки, небагато людей читают складные книжки, небагато людей там разбираются в живописи. Ну, але ж, ну, ци люди мают право на иснование, так же? 100%. Мы для них працюем. Вы говорите, вот вы оба говорите, да, о том, что подобное кино, да, оно несет, ну, как бы, показывает Украину миру. И тоже есть супер банальный повод критиковать такое кино, что, конечно же, оно показывает Чернуху, оно показывает вот эту Украину с ее проблемами, с ее внутренними противоречиями, что именно это нужно фестивалям. Подтвердите или опровергните? Ну, все верно, все верно. Ну, я перепрошу, ты хотела. Дайди, говори. Действительно, люди из розвинутих краин, они розумеют, что не нужно показывать рекламный ролик краины. Треба говорите о проблемах, висвятливать проблемы сучасности и шукать разом выход из них. Тому все фильмы, которые показываются на фестивалях, они именно про проблемы. И все краины говорят не только Украина, где кто говорит, что она на экспорт Чернуху. Это неправильно. Но это говорят про все постсоветские страны, и румынские, которые в том числе. Все французы все делают. Людям цікаво решить проблему, пошукать выход с проблемой, и они про это говорят. Наташа, что ты думаешь? Я поддерживаю Валентина, на самом деле, потому что для того, чтобы посмотреть, мне понравилось говорить, это не рекламный ролик, можно посмотреть рекламный туристический ролик о стране, там все красиво, но он длится 30 секунд, по-моему, максимум, может быть, меньше, может быть, больше, и можно его зарядить, конечно, на 120 минут, и тоже будет приятно. Вудялин такие фильмы, несколько фильмов таких снял, у него «Полночь в Париже», самый успешный в его карьере, между прочим, про «В Риме» он снимал, в «Барселоне», «Вики Кристина Барселона», есть вот человек... Там, «Вики Кристина Барселона», я помню, были проблемы. Ну, давайте, если мы уже говорим про Вудялина, мы не будем про него говорить, сейчас не о нем, но у него всегда, по крайней мере, я в этом убежден, у каждого его фильма, даже самой легкомысленной, казаться дурацкой комедии, есть второе, очень черное дно. То есть, вот если, как это, обычный зритель видит поверхность, а кто-то, кто чуть глубже копает, увидит черное дно. Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому, если вы хотите позвонить в эфир и сказать, что нафиг арт-кино, мы хотим массовое кино, перекратите снимать нам чернуху, если вы хотите сказать это нашим гостям, а у нас в гостях продюсер Наталья Либет, режиссер и продюсер Валентин Васинович, вы можете позвонить в прямой эфир 044-237-0353 или написать что-то гневное или прекрасное в вайбер номер 067-670-2057. Это программа «Бешеные псы», мы вернемся после выпуска новостей. Кожан з нас мая звычка. Кава с улюбленной чашкой, прогулянка в старых зручных кроссовках, вечеря в знакомом месте и даже обычный и зрозумелый рост до дня. Все это за спокойствием. Но для того, чтобы нам развиваться, нужно что-то изменять, наповнюючи жизнь новыми впечатлениями. И радиоэфир не исключение. Бо радио – это мы. Олексей Тарасов. Скажение псы. Здравствуйте снова. Это программа «Бешеные псы» в прямом эфире радио НВ. Я напоминаю, что у нас в гостях создатели фильмов, премьеры которых состоятся на Венецианском кинофестивале. Режиссер, продюсер, оператор, сценарист фильма «Атлантида» Валентин Васинович. Продюсер, украинский продюсер фильма Парфенон Наталья Либит. Мы тут много говорили про какие-то проблемные вещи. Я, кстати, напомню нашим слушателям, что если вы хотите позвонить и сказать, что нужно все арт-кино отменить, а снимать только развлекательные комедии, вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 044-237-0353. Но я хочу больше поговорить про сами фильмы. Да, «Атлантида» – это кино, которое показывает Украину будущего. То есть это 2025 год, вроде бы не так далеко, 6 лет. Опять же, по вашему фильму видно, что летать мы еще не научили, в смысле никаких летающих автомобилей у нас не появилось, но тем не менее ваш фильм показывает Украину, которая получила контроль над Донбассом, получила контроль над Восточной Украиной и даже получила контроль над границей. Там есть сцены, где ставится вот этот тот самый завод. Нарышки буду и цифровой. Та самая стена. Та самая стена. Но вы пессимистически смотрите на то, что будет происходить. Объясните свою точку зрения. Я оптимист един в том, что я в титре, этот фильм начинается с титра 2025 год, Східная Украина, там один рік после войны. Я теперь понимаю, что так быстро все не закончится. Я досу переконный, на жаль, что будет открыто противостояние, что эта история закончится самая война. На жаль. Но это, что это будет 2025 год, я думаю, сейчас ближе до 30-х. Это по ощущению. Почему вы думаете, что это закончится открытым противостоянием? Ну, в смысле, это всегда интересно, потому что художники чувствуют по-другому реальность, да? Мы говорим про режиссера, сценариста. Ну, как, чему? Это же, ну, очевидно, мне кажется, потому что империя этого хочет. Империя должна просто вернуть нас, она не отмывается, на жаль, от этого. Тут единственный выход, або мы снова отмываемся, або отмывается открытое противостояние с людьми. На жаль. Хорошо. Давайте поговорим про, как это, челленджи, вызовы, с которыми вы сталкивались, снимая фильмы. Опять же, когда мы говорим про Атлантиду, это такое немножко просто апокалиптическое кино, ну, в смысле, там, Атлантиутопия. Да-да-да, Антиутопия о машинах, которые больше, чем люди, ну, по крайней мере, визуально это в том числе подчеркиваете, да? У вас есть эти там фантастические виды вот этого завода сталелитейного, на котором работают сначала два главных героя, ничего не будем спойлерить. Вот. В чем, меня, на самом деле, поразило, да, в обоих фильмах, мне очень, не очень, очень понравилось, это очень глупая какая-то формулировка, мне поразила работа художников. И вопрос в том, как вы создавали это визуальное, сначала, наверное, Валентина, спрошу потом Наташу с работой с литовским режиссером? Ну, зі мною працював фантастичный художник, с которым мы всі фільми досі знімали Владика Дуденко. Вот. Він дійсно має гарного освіту, художник, гарного відчуття, ми з ним намагалися цю дійсність створити на основі, скажімо, фактур всього, що ми бачили на сході України, в Маріуполі і навколо Маріуполя, і це все є результатом досить довгого періоду девелопменту, проєкту, такого знімального, підготовчись знімального періоду, ми саме так працювали, і все це народжувалося на місці, ми шукали локації, інколи знайдена локація взагалі змінювала повністю сцену, тобто ми завжди йшли від локацій, ми розуміємо, що в принципі локація, це дуже люди створили цю локацію, якимось чином створили ці фактури, це є відзеркалення і відзеркалення їх особистості, цих людей, і вони нам самі ці якісь фактури і локації дуже допомагали створити тему, буває так досить часто, що ти заходиш, у тебе є написана в сценарії історія, ти заходиш і ти розумієш, що в принципі вже від цього місця йде дуже потужна енергія, потрібно її не втратити, потрібно її розвинути, доповнити і взяти до фільму, до історії, ну таким чином приблизно йшли разом. Ну це видно, там є, ви снімали в Маріуполі, да, і окресностях, тому що це видно, вдруг там, де машина їдет через якісь непонятно заброшені чи не заброшені в какую-то промзону, це там, де горяща машина, опять не будем сполювати, фільм посмотрите в прокаті. Це гарнітний коридір під Маріуполі в сторону Донецьку. Ясно, Наташа, фільм «Парфінун», який у нас буде йти як Стасіс, Мантаса Квідаравичуса, це, як сказати, доволі складне кіно, і з точки зрення і операторської роботи, і з точки зрення того, що ви снимали в разных локациях, в разных городах, і, наскільки я знаю, режиссер Квідаравичус, тоже не самый простой чоловік на свете, що тебе, це твоя перша така больша екопродукція, розповідальність. Це було безумно інтересно. Так, це вже не інтересно. Це все відменяється. Прекрасний режиссер, це хороший опыт, я рада, що получила цей опыт. Повторюємо його. Я б хотів ще раз, це лучший момент в моєї життя. Бо, можна я, мені потрібне вступлення. Хорошо, пожалуйста. Це було дуже увлекателно, по многим причинам. Одна із них була в тому, що Мантас дуже чітко бідел, де-то у себе в голові, що він хоче показати, і як він хоче це изобразити. С нами работав художник-постунущик з Литви, який зараз живе в Україні, це Юрий Григорович. І з нами работав Владимир Романов з ним з Києва. І ми використовували, як вже готові доми, зроблені, зі своєю внутрішнім інтер'єром, наприклад, в Стамбуле. Ми просто обновили там, то, що потрібно було, поменяли то, що потрібно було режиссеру для фільма. І, наприклад, ми строили декори, в Києві ми строили декори. А вот ця квартира, заповнена іконами, артефактами, якими-то книгами. Це потрясающе, я к этому веду. Хорошо. Вони в фільми смотрюють, якщо не інтересно це случить. Це антикварна лавка, це изображення антикварной лавки. І ця декорація була построена в Києві. Причем Мантас сказав, я знаю, є антикварна лавка в Афинах, яка мені нравится, яка я виждаю. І вона дожна бути в фільме. І ми, художніки-постановщики, і постановщики, вони по його просьбі, по його схемам і так далі, вони паталися це зобразити. Причем привезли из Афин ставню для окна греческого. Понятно, отлично, отлично, чтобы потратить бюджет, привезти ставню из Афин. Хорошо. Это был не украинский бюджет, мы привезли ставню из других денег. Я сейчас вообще не про украинский бюджет, я просто как... Знаете, что мне больше всего нужно? Без чего мой фильм не состоится? Мне нужна ставня из Афин. Давайте, вот это очень интересный момент. Когда мы снимали это ставня, окно, и съемки шли в этой антикварной лавке, в этих декорациях Києві, и потом Настя Героинь смотрит в окно и видит, что происходит во дворе. А потом то, что происходит во дворе, мы досняли в Афинах. И это все сошлось таким образом, с помощью вспомогательных средств кино. Ну да, магия кино. Да, магия кино. И это удивительно, как эта ставня, которую мы везли из Афин, как она вписывается в этот двор или в то место, которое мы снимали в Афинах. Все было не напрасно. Очень красиво. У нас есть фотографии, когда Амантос наравне вместе с постановщиками строит свои декорации, дополняет их реквизитами, вместе с реквизиторщиками, работает на съемочной площадке, чтобы было так, как он хочет, как он видит. И я считаю, это очень крутая режиссерская отдача. Вы смотрели фильмы друг друга? Я очень хочу посмотреть. Атлантида очень сильно. Я сегодня говорю, Вальдин, надо как посмотреть, как посмотреть. У меня есть такой вопрос. Значит, я общался с режиссером Слабошпицким, с которым у вас есть травматический опыт. Нет, с одной стороны, прекрасный опыт. Вы вместе сделали фильм «Племя», тот самый, который получил три больших приза в неделе критики в Каннах. С другой стороны, травматический опыт продюсирования его фильма «Люксембург», который не состоялся, и сейчас вроде в совсем уже новом виде выйдет как антропоцент. Режиссер Слабошпицкий, известный своей резкостью, сказал, что вы в фильме «Атлантида» использовали какие-то находки, предназначенные для фильма «Люксембург». Так он же фильма не бачил. Не, ну, это нормально, это Мирик так часто делает, но, на жаль, фильма не бачил. То есть, ничего там... Это же просто. Реально. Я просто начал думать, что там есть начальная и финальная сцена, такие очень яркие, снятые через, видимо, тепловизор, да? Ну, нет, пока мы работали с Мириком, там жидкого тепловизора не было. Тепловизоров не было? Нет, жидкого. Тепловизор появился с того, что мой главный герой, Андрей Реморук, который работает в фонде «Повернись живым», он возит эти тепловизоры на фронт, на войну. И это первая позиция. Другая позиция, что мой приятель, очень хороший, он занимается энергоаудитом, и у него есть этот тепловизор. И я, будучи у него на дне народжения, просто взял эту камеру, начинал снимать, мне очень понравилось. Потом это объединялось с Андреевыми историями, потому что я подумал, непогано было бы сцену секса на тепловизор сняти. То есть это все по-другому вышло. Я не снял сцену секса на тепловизор, но там вышло пару фантастичных сцен. Первая очень яркая. Я не знаю, можно спойлерить или нельзя спойлерить первую сцену? Первую нормально можно. Первую можно. Там группа людей явно добивает прикладами какого-то врага и закапывает его. Фактически мы показали за твоим тепловизором, что таки есть смерть, что теплое тело возникает под холодной землей. Очень красиво. Очень красиво. Правда, правда. Страшно, я бы так сказала. Страшно, красиво. Все по-честному. Давайте сплетничать. Мы знаем, что в этом году Украина выдвинула на Оскар от нашей страны выдвинула фильм «До дому» Наримана Алиева. При этом это был единственный фильм, который претендовал на эту позицию. Почему так произошло? Это правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Это нормально. Это нормально. Это бывает, но... Это очень просто. Какие фильмы попадают на Оскар, переважно? Там процедура, и туда переважно попадают фильмы, которые были на фестивалях класса А, которые имеют «Гарнии» в «Голливуд Репортер» и в «Верайті». Да, два индустриальных важных издания, конечно. Да, Нариман має це все. Все інше цього не має. А где все остальные фильмы? Почему больше никто не захотел выдвигаться, как минимум выдвигаться? Потому что они не были в Каннах и про них написал «Голливуд Репортер» и «Верайті». Який сенс тогда высути фильмы? То есть для массовки, чтобы програти, но не все этого хотят. Валентин, что вы можете посоветовать Нариману? У вас есть опыт оскаровской кампании с уровнем черного. Что можно посоветовать? Как пробиться к Кинакадеме? Ну, это очень просто. Треба найти бюджет гарный и гарного публициста, который має досвід просування фільмов в цей оскаровской кампании. И гарный бюджет это 50-70 тысяч доларів. И если есть такие деньги, то публицист найдется. Это очень просто. 50-70 тысяч? Но это же ничего не гарантирует. Это просто гарантирует, что люди увидят. Да, что люди побачат, что это будет полноценное донесение фільма до академиков американцев. Понятно. Слушайте, у нас есть 2 минуты. Вы скоро уезжаете в Одессу. Ой, какую Одессу? Одессу. Мы уже были в Одессе. Вы уже скоро уезжаете в Одессу. Это зависть во мне, видимо, говорит. Значит, вы скоро уже уезжаете в Венецию. Что вы там себе напланировали? Что вы хотите там посмотреть? Потому что на самом деле по уровню, ну, как минимум, звездному, да, там даже интереснее и громче, чем в Каннах. Что вы собираетесь смотреть в Венецию? Я еду на вторую половину фестиваля, потому что премьера моего фильма будет 5 сентября. И поэтому я пропускаю все основные голливудские и околоколливудские премьеры. Но это же не самое важное. Но это не самое важное. Важная премьера моего фильма, который будет 5 числа в четверг, 13.45. Приходите. Окей, Валентин, что вы хотите посмотреть? Я просто знаю, как это происходит. И когда твой фильм в программе, это означает одно, что ты вообще ничего не смотришь. На Риман в Каннах ходил на все, что мог ходить. На все, что ему давали билеты. Он говорил, «Черт возьми, я все посмотрю». Слушайте, я думаю про то, что как наиболее провести премьеру, как встретиться с большей количеством индустриальных людей, журналистов и потребных людей, которые могут просунуть твой фильм дальше на рынок света. Друзья, спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях были Наталья Либетт, украинский продюсер фильма «Парфенон», чтобы не соврать, Мантаса Кведаравичуса, литовского режиссера. Режиссер, сценарист, оператор и продюсер фильма «Атлантида» Валентин Васинович. Оба эти фильма, их премьеры состоятся на Венецианском кинофестивале. Если вы будете в Венеции, там, кстати, можно купить билеты. В смысле, обычный зритель может купить билеты. Это не как в Каннах, только для журналистов, критиков и рынка. Приходите. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим эти фильмы в прокате. Вам стоит их посмотреть. Это была программа «Бешеные псы» в прямом эфире «Радио НВ». Спасибо большое. Мы услышимся через неделю. До побачення. Радио НВ.